Вместо школьного класса деревянные своды храма и лики святых. Очередной разговор о важном на этот раз проходит в храме Иоанна Кронштадтского. Здесь ученики пятой школы – частые гости, но, пожалуй, впервые их визит начался с обзорной экскурсии. Школьникам рассказали о храме, таинствах и церковных праздниках. Жизнь здесь кипит, прихожан радует зооуголок. В храме несколько раз в неделю готовят ужины для нуждающихся и собирают посылки бойцам. Свой вклад вносят и школьники. Стало традицией посещать храм Иоанна Кронштадтского. Нас постоянно приглашают сюда и вместе со священнослужителями дети делают окопные свечи, пишут письма бойцам СВО. Из храма регулярно отправляют в зону СВО партии гуманитарного груза. Продукты, теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи и письма. Школьники рисовали открытки, писали пожелания, а еще посвящали стихи героям. Я хочу сказать, что меня это очень сильно заряжает, помогает верить в светлое будущее и то, что в будущем все будет хорошо. Я была очень сильно удивлена и была очень рада, что мой труд, как некого писателя, был востребован, очень многим понравился. Помощь – это всегда хорошо. Наши бойцы смотрят на эту помощь, принимают эту помощь. Для них это как радость может быть. Какая-то лучинка тепла, которая идет отсюда, из дома. Труд школьников действительно не напрасен. Это подтверждают бойцы, которые зажигают окопные свечи и читают строки с пожеланиями. Из дома пришло. Ну, частичка тепло, все равно. Прям хорошо. То, что помнят нас, верят в нас. Вот. Вот в чем самое главное. Они плохое дело делают. Да, вот свечи делают, сетки плетут. Это все нужно. Это все нужно. Это там востребовано, очень востребовано. А то, что от души, главное, это вот, да, это вот самое согревает. Самое-самое согревает. На уроке о важном школьников ждала встреча с одним из участников СВО. Мужчина рассказал, с какими чувствами получал весточки с малой родины. Поговорили и о том, что такое подвиг, о мечтах и тоске по дому. О героях, на которых хотелось равняться, и ценностях. Беседа получилась долгой и откровенной. Нам очень приятно, что нам выделили время, что нам отвечали на наши вопросы и очень открыто отвечали. Эта встреча не просто воспитательный момент. Она дала школьникам стимулы, вдохновение и дальше помогать бойцам. Тем более, что сбор гуманитарного груза в храме продолжается. А что касается разговоров о важном, очередная встреча состоится уже на следующей неделе и будет посвящена Дню космонавтики. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.